Знаете, что я думаю, друзья? А в будущем, наверное, будет гораздо больше легенд и мифов по поводу того, какие существовали мастера боевых искусств. Какие они были великие, какие вещи они умели делать. Вы слышите на заднем фоне разговор, да? Это на самом деле мы находимся в Австрии, и там беседует хозяйка виллы, которую мы сняли. Мы сняли всю виллу, и там хозяйка беседует, похоже, со своим сыном. Поэтому уж извините, если там будет какой-то разговор, ничего страшного. Ну так вот, почему я считаю, что будут мифы просто фантастические? Вот сейчас мы знаем, что существовали какие-то великие бойцы по типу Матобу Тёку, Миамото Мусаси, которые провели фиговую тучу поединков, врагов это побивали. А были какие-то великие вообще мастера, которые могли криком убивать мелких животных, там что-то еще, совершать какие-то чудеса, диммак, там и все. Все. Откуда эта информация? Откуда она? А я скажу вам, откуда. Это пересказы от одного, другому, третьему, которые записаны, может быть, в каких-то источниках, где-то еще. Но это вот именно такая передача устная, фольклорная, которая дошла в легендах, то есть оформилась постепенно в легенды и мифы. То есть это что-то, то, что документировано, понимаете, да? То, что было документировано когда-то, переврано тысячу раз, ладно, не будем говорить, что переврано, пересказано. Каждый пересказчик вносит что-то свое, возникают интерпретации, и, конечно, многие вещи становятся идеализированными. Представьте такую ситуацию, вернее, не представьте, вы поймите такую ситуацию, что сейчас существует гораздо больше способов документировать различного рода информацию. Вот я записываю для вас сейчас это видео, понимаете, да? И это видео возможно сохранится и через 100 лет, и через 200, может быть. Может быть и нет, конечно. Но у меня есть и транскрибации статей этих видео, возможно, они в письменном виде это дойдут, потому что я распечатываю это, это не только в цифровом формате сохраняется, но и в напечатанном. И представьте, что археологи, историки, те, кто будут заниматься боевыми искусствами в будущем, в далеком, найдут эту информацию. Они будут базироваться на ней, как на документальном источнике. И это, в общем-то, правильно. Но представьте себе, что существует и масса других источников. Существует огромное количество видео, созданных фриками или фейковых различных видео, где мы видим бесконтактный бой, какие-то постановочные бои, какие-то элементы шоу. И, понимаете, иногда они специально сделаны в виде фокуса, они сделаны таким образом, чтобы максимально быть похожими не на шутку, не на фейк, а на реальность. Но я, конечно, в первую очередь не говорю про шарлатанов и аферистов в боевых искусствах, которые демонстрируют на своих семинарах, ну, демонстрируют просто фантастическую технику со своими учениками и так далее, которые не работают с чужими людьми, из других мест, что называется, кто не верит в это дело, но демонстрируют со своими. Эта информация сохранится. И представьте, как будут рассуждать через 200 лет, если они будут рассуждать так, как рассуждают сейчас те, кто склонен идеализировать боевые искусства старины. Они будут говорить так, вот, наши предки, ну, что мы для них будем предки, 200 лет пройдет, там, условно говоря, или 300, были просто фантастические супергерои, там, как мы говорим, там, гиперборейцы, там, какие-то, не знаю, супермастера, там, да, чуть ли не мифические персонажи, полубоги и герои, которые могли, там, разбивать 20 тысяч кусков льда мановением руки, просто повергать противника так, что там они падали, там, проведя каким-то крестом или чем-то, махнув рукой, противники совершали кульбиты и сальто, не владели какими-то энергетиками, внутренними силами, ничего не напоминает. Вот точно такое же говорится сейчас о тех, которые существовали тогда. Ведь точно так же будет говориться о тех, которые существуют сейчас. Только о тех, которые говорили тогда, мы знаем от бла-бла-бла, и от каких-то там нот источников, которые просто вот даже ничего не показывают. То есть это просто кто-то вот записал, рассказал и все. То есть это еще менее достоверные источники, чем те, которым является видеофиксация. А видеофиксация, это, ну, почти, вот, в суде принимается, понимаете, с камерой сделанной записи, да, сейчас. Потому что она считается более, ну, как бы достоверной. Вы понимаете, что через десять лет будут оценивать это как реальный документ. Особенно, если он сохранится без контекста. Вот просто вырезанный кусок из фильма, где сцена поединка, где происходит просто какое-то что-то немыслимое. Человек наносит там удар, там, это Юку Гери, и другой пролетает там несколько метров, там, прям конкретно по воздуху, там, да. Вот говорить, вот они там умели, вот у них была биомеханика. Да какая это биомеханика? Этой биомеханикой нельзя сделать. И это действительно нельзя сделать биомеханикой. Это делается самки тросами. Один бьет другого, и тросы натягиваются, и получается спецэффект. Человек улетает. И вот здесь то же самое будет. А графика компьютерная тоже на уровне сейчас. Можно и с помощью графики сделать такое. А можно просто подыграть друг другу, сделать сценку. И все сработает очень великолепно. Поэтому, друзья мои, когда вы в следующий раз будете говорить о том, что вот раньше в старину там было то-то, то-то, подумайте, было ли оно. Понимаете? Во-первых, те достижения, которые были для людей того времени какими-то сногсшибательными и сверхъестественными, в настоящий момент являются вполне себе заурядными, например. Раньше владеть искусством боя мог один из сотен, может быть, по очень простой причине. Потому что он один из этих сотен, из тысяч даже, может быть, занимался. У других возможностей сам не было, понимаете? Потому что самураи, например, они занимались искусством фехтования на мечах. И то, если вы, опять же, верите многим источникам, которые, на мой взгляд, более достоверны, потому что они без идеализации. Не все самураи умели хорошо фехтовать даже. Понимаете? Потому что не все занимались постоянно каждый день с фехтованием. Не все были супер-воинами. Понимаете? Вот самураи-то дворянин, да? Он дворянин. Но и у нас тоже, самурия, дворяне вроде бы должны были уметь хорошо фехтовать на шпагах. Но фехтовало хорошо на шпагах меньшинство, единицы. Они были бретерами классными, фехтовальщиками, дуэлянтами. А другие нет. И на пистолетах стреляться умели далеко не все. Это дворяне. Хотя дворянин это тоже, в общем-то, изначально воин, типа рыцарь. Понимаете идею, да? И не работало все это дело. То же самое касается самурайства. Кто-то из лука стрелял, кто-то на мечах фехтовал, кто-то обмахивал сливеером и писал хорошо танка. Понимаете? Кто-то просто был при канцелярии, заслужил своему сюзерену. Вот так вот это было. И тоже касается тех, кто занимался рукопашным боем. Их было вообще два с половиной человека на Японию. На всю, может, великих мастеров. Того времени великих. Потому что они этим занимались. И такие мастера, конечно, могли в поединке на улице, когда напали хулиганы, один мог побить двух или трех. Ну, молва это размножить до десятерых. И он их не просто побил, а разогнал, а поубивал их всех. Понимаете? Вот все. Вот и, пожалуйста, миф. Он был великий боец, там, типа Матобо-Теки, там, и все, он всех побивал. Кстати, про Матобо. Здоровенный мужик, сам эти крепкие. Понимаете? Даже сейчас здоровенный крепкий мужик может своей, сам, деревне гонять всех, как нечего делать. Понимаете? Вот просто потому, что он крепкий и сильный. По башке даст один раз, и все в порядке. И можно складывать сам легенды, что вот жил в такой-то префектуре, или в такой-то деревне, или в таком-то там регионе, великий боец, равных которому не было, с ним вообще связаться никто не мог. Все. Ну, и сейчас точно так же происходит. Но сейчас, понимаете, это будет казаться заурядным. Почему? Потому что сейчас информация о боевых искусствах более доступна. Боевыми искусствами занимается огромное количество людей. Каратэ вообще является самым популярным видом спорта в России. И очень популярным видом спорта в мире. Ну, спорта так называется, на самом деле многие спортом не занимаются, не занимаются именно традиционными направлениями, и в соревнованиях не участвуют вообще. Вы понимаете, что сейчас боевыми искусствами занимается гораздо большее количество людей. И драться умеет лучше, чем это было, предположим, 20, 30, 40 лет назад, гораздо больше количества людей. Сейчас каждый второй дагестанец – это борец, каждый, предположим, кто-то там еще – это либо боец ММА, каждый третий – это боец карате, кто-то занимается кикбоксингом, кто-то тайским боксом. Можно поехать за границу, там обучаться. И те достижения, которые сейчас есть у людей, владения мастерством, которые сейчас у людей есть, оно просто за пределами того, о чем могли мечтать люди в старину. Если сейчас, предположим, любого бойца, занимающегося рукопашным боем, отправить в Японию или на Накинаву того времени, я думаю, что он там быстро бы накострелял всем по шее. Очень легко, и никакой бы икинхисатсу бы не помог никому. Понимаете, единственное, что стоило бы сделать, может быть, современным самым бойцам – это закалить руки и ноги, сделать их немножко покрепче, чтобы они не травмировали руки и ноги от своих же собственных ударов. Вот все. И разметают они там только так всех. Потому что и дриблинг лучше, и понимание техники лучше, и арсенал технически выше и так далее. Вот так вот. Вот поэтому не стоит идеализировать те легенды, которые были тогда. Не были они лучше, были они гораздо хуже. Это вне всяких абсолютно сомнений. И почему я об этом часто говорю и рассказываю? Я хочу, чтобы боевые искусства развивались. Мою миссию, свою миссию, я вижу в том, что боевые искусства должны постоянно совершенствоваться. Я уверен, что ортодоксы и традиционщики, те, которые готовы костьми лечь за идею, что надо делать так, как делали наши предки, тормозят развитие боевых искусств. Я считаю, а я считаю, я хочу, чтобы боевые искусства развивались и совершенствовались, чтобы они становились лучше. Доктрина, что боевые искусства должны быть такими же, как они были в старину, и надо следовать духу предков и заниматься, как они, это однозначно якорь. Я объяснил, почему я считаю, что предки были хуже, это раз. Второе, даже если они были великолепны, то повторение никогда не может привести к прогрессированию. То есть, если мы хотим достичь такого уровня, как было, то говорит о том, что мы не хотим превзойти этот уровень. Мы говорим о том, что вот нам бы достичь такого. Таких, как они, больше нет и не будет никогда. Они были велики, они димак, а мы этого не умеем и не знаем, и вряд ли когда-нибудь сможем. Понимаете, это все пораженческий мотив, который сразу же утверждает тот факт, что лучше боец не станет, чем те, которые были сто лет назад. Понимаете? А это совершенно неправильно. Надо всегда стремиться к лучшему. Я говорю, что сейчас бойцы лучше, а будут еще лучше. Тот факт, что раньше, как говорится, от поединка зависела жизнь, вовсе не говорит о том, что сейчас бойцы стали хуже. Дух, возможно, дух был тогда выше. Жизнь ценилась, возможно, меньше. Люди с большей готовностью были отдавать свои жизни. Они видели постоянно смерть, свою жизнь. Они, конечно, ценили, безусловно, и умирать просто так никто не хотел. Но воевали, да, они понимали, что погибнуть можно в любой момент. Сейчас, конечно, либеральные ценности привели к тому, что интересы каждой личности превыше всего. Человеческая жизнь ценится высоко. Но это вовсе не значит, что у Зулуса какого-нибудь, у которого от того, как он прыгает в длину, зависит жизнь. Например, ему надо перепрыгнуть через какую-то пропасть, чтобы за ним не прыгнул тигр. Что он прыгнет лучше и дальше, чем тот человек, который прыгает в длину постоянно, занимаясь олимпийским видом спорта, прыжки в длину. Там атлетика легкая. Понимаете, вовсе не значит. Это неправильное совершенно понятие. То есть то, что от этого зависит жизнь, вовсе не значит, что человек делает это лучше. Возможно, он его делает по-другому и осознанно. Конечно, в боевых искусствах важен дух. Но дух можно воспитать. И он прекрасно ложится, воспитанный дух, на технику. Я вам хочу сказать, что если вдруг в какой-то момент в наше время станет важно, что от боевых искусств будет зависеть жизнь, то тот, кто хорошо дерется на татами, он будет лучше драться тогда, когда от этого будет зависеть жизнь. Просто у него переключится какая-то планка. И сколько бы тот человек, который ни хрена не умеет делать ничего, но убеждает себя, что я типа не трус, и я, главное, это не бояться, главное, не ссать, и я там всех побью на улицу, да ничего подобного. Понимаете, это ерунда. Это сродни тому, когда человек это говорит. Вот я типа этого не делаю, но в экстремальной ситуации я это точно сделаю. Ничего подобного не произойдет, я вас уверяю. Это все ерунда. Конечно, ходят такие легенды и мифы, что в экстремальной ситуации у людей появляются чрезвычайные какие-то силы, и мать может перевернуть автобус, доставая своего ребенка, кто-то может совершить какое-то чудо, мобилизовав огромное количество сил. Понимаете, даже, допустим, если это происходит, это единичный случай из миллионов, когда люди попадают в экстремальную ситуацию и не могут там сделать ничего, в силу того, что просто у них кишка тонка. Вот я вам хочу сказать. Вспомните кино «Властелин колец», когда Варлок и Гендальф сражаются во пещерах морей. И Гендальф падает и повисает на карнизе, то есть поднимет пропасть. Ну, типа дедушка, хоть он и волшебник, я не понимаю, почему он не смог применить свое волшебство, у него не хватает силы оподтянуться, чтобы залезть на этот, на карниз. Я хочу сказать, что человек, который не умеет оподтягиваться, понимаете, если вам окажется такая ситуация, что за ним бежит собака, ему нужно запрыгнуть на забор на каменный, там высокий, сначала прыгнуть, зацепиться за край, потом надо подтянуться, забросить ногу и залезть наверх. Он этого не сделает, если это будет жиробас или тощий какой-то, который не умеет ни подтягиваться, ничего у него не получится. Даже если это будут супер-экстремальные ситуации, и от этого будет зависеть и его жизнь, и жизнь его родителей, и его детей и так далее. Не выйдет ничего, понимаете? А гимнаст какой-нибудь, или человек, занимающийся паркуром, он пулей залетит туда. А если от этого будет зависеть его жизнь, может оказаться такое, что он просто перегорит и впадет в ступор. Но это маловероятно, может это у каждого быть. Но если он будет попадать часто в ситуации, когда будет опасность реальная, он очень быстро научится это делать. Это животная тема, рефлекторная. Как только от какой-то ситуации начинает зависеть наша жизнь, наши навыки работают для того, чтобы сработать еще лучше. А если навыков нет, и от этого зависит наша жизнь, то и ничего не поможет. Вот так вот. Ну, вы поняли, друзья, что я хотел сказать. А дальше все решайте сами. Идеализировать ли мастеров старых или нет. А то, что в будущем о нас будут самки говорить, как о супермастерах, это даже не сомневайтесь. Потому что вот в таких документированных источниках, как видео, будет все запечатлено. И наши потомки будут изучать все по этому. А там много прикольных вещей. Пока. Пока.